Время репрессий, время жестокости и кровавых событий. Так говорят сегодня об одном из самых непростых и неоднозначных периодов российской истории. Конец 20-х, начало 50-х годов обозначены как самые тяжелые годы политического террора. Количество жертв тех событий точно неизвестно, понятно одно, подобное не должно повториться. Об этом и, конечно, о тех, кто пережил ужасы репрессий с особым чувством принято говорить сегодня, когда в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий. Действительно, сегодня дата, в которую вся страна вспоминает о трагедии. Трагедии не одной семьи, трагедии целой страны. И мы сильная страна, потому что мы гордимся не только своими победами, мы признаем и эти черные даты. Мы помним тех, кто без суда и следствия был расстрелян. Мы сожалеем о тех годах, которые были. В храме Святой Троицы на панихиде по жертвам репрессий собрались многие. В основном это родственники, дети и внуки пострадавших. Сегодня прямых свидетелей тех кровавых лет становится все меньше. Кто-то не пришел по состоянию здоровья, но о многих уже и нет в живых. Однако память о трагедии живет в сердцах потомков. Деда Валентина Лесниковой, так же, как и многих других, репрессировали. Мать, как неблагонадежную, выслали в Казахстан. Вернулась семья в родные края только в 56-м году. Женщина с трепетом говорит о родных, которым немало пришлось пережить. И отмечает, что этот день очень важен для всех, как для тех, кто был свидетелем, так и для тех, кто просто помнит. Ну вот, даже именно для меня и для них всех, понимаете, очень приятно, что нас не забывают, что страна, вся страна отмечает этот день. Все-таки о нас вспоминают, да, о наших родителях, о наших родственниках. После панихиды все собравшиеся отправились на аллею памяти. Там, стоя у вечного огня, они вспоминали о жертвах репрессий. Была и минута молчания, полные слез глаза и вечная память и скорбь. Ведь события этих лет замалчивать ни в коем случае нельзя. О репрессиях нужно помнить, даже если больно и неприятно. Это наша история, из которой необходимо, особенно сегодня, извлекать уроки.